В этом уроке мы с вами рассмотрим туман, кое-какие его настройки разберем. Вытаскивается он очень просто. В панели mods вводим fog и atmospheric fog. Собственно, он на самом-то деле по своей сути весьма похож на sky atmosphere, который мы с вами в прошлом уроке разбирали. Но здесь также можно дополнительно определенные параметры настроить. Я покажу наиболее важные. В принципе, они здесь даже что особо говорить не требуются. Они здесь и так понятны. Регулируем. Вот, пожалуйста. То есть смотрите, что вообще меняется. И уже вам даже не нужно понимать и разбираться, где что происходит. Делайте так, чтобы было красиво. И все. Менять те или иные значения. Я отмечу только лишь самые такие важные. Первое это, по сути, показатель яркости. Настолько сильно мы освещаем, увеличиваем яркость от источника света. Это первый важный параметр. Это увеличивать или уменьшить туман. Туман тоже очень важный параметр. Его тоже нужно иметь в виду. Это у нас плотность тумана. Расстояние, на котором будет образовываться туман. Тоже важный параметр. В принципе, конечно, можно с остальными тоже поиграться. С масштабированием по высоте. По просто смещению по высоте тумана. Можно с другим параметром поиграться. Ну и в целом, из важных параметров здесь все. В целом, если честно, я атмосферик фок просто добавляю на сцену, но даже никак его не настраиваю. Потому что у меня в этом большие проблемы. То есть, какая атмосфера, например, мне больше нравится настраивать. Она более удобная, что ли, я не знаю. А этот вот, ну вот, видим, да, эффект. Какой-то эффект есть. Вроде бы в чем-то лучше. Но не принципиально. Хотя, опять же, вот левел дизайнера как-то вот даже вот из этого умудряются делать очень красивые сцены. И в принципе, если вы захотите именно заниматься левел дизайном профессионально. То есть, не просто добавить атмосфере фок на сцену, а уже именно в нем вот научиться делать красиво с его помощью что-то. Да, конечно, тоже вам потребуется дополнительную литературу смотреть. Какие-то, может, дополнительные курсы смотреть. Ну и, конечно же, практика. А мы с вами переходим ко второму виду тумана. Это туман, который, по сути, меняется свою плотность в зависимости от высоты. То есть, внизу он имеет высокую плотность, а вверху, соответственно, плотность более низкая. В принципе, это туман, который, ну, характерен для нашей с вами планеты. То есть, знаем, да, что когда есть какой-то туман образуется, он всегда образуется где-то в низинах. На высоте, где более высоко, туман уже там не скапливается. И, соответственно, можно здесь его расстраивать, опять же. Важные параметры это плотность тумана. Дальше, по сути, это у нас насколько резко идет переход между плотными слоями и неплотными слоями тумана. Тоже очень важный параметр. Тут есть настройки также так называемого второго тумана. Тоже можно с ними поиграться. Это у нас цвет тумана. Да, тоже очень важный параметр, потому что как раз он определяет, какого цвета тумана вы хотите. По сути, это единственный параметр, который определяет цвет. Прозрачность можно менять. Ну и, соответственно, расстояние, где туман, вообще говоря, начинается. Ну, это расстояние от камеры. Значит, также можно сделать туман объемным. Но, правда, тогда некоторые параметры перестают работать. Но зато появляются возможности регулировать вот эти все параметры. Но, в принципе, объемный туман, он такой... Он не совсем физически правильный. Поэтому его, в принципе, не стоит даже использовать. По сути, вообще, объемный туман нужен для того, чтобы, например, если у вас есть много источников света, и вы хотите, чтобы туман в разных точках имел там разную плотность. Да, ну, собственно, как должно быть все это в реальности? Вот для чего нужен вообще объемный туман. Но реализовано, на мой взгляд, это пока что не очень еще хорошо. То есть как-то все равно он работает не идеально. Поэтому я стараюсь его не использовать. Вот, в принципе, здесь, конечно, можно еще долго играть с этими параметрами. С этими настройками. Опять же, как правило, этот вид тумана используются в каких-то гористых местностях. Там вот смотрится наиболее красиво, потому что, например, российские горы. И вот вниз где-то там туман. Там где-нибудь там какой-нибудь вторичный туман есть. Да, такая достаточно яркая прослойка дополнительного тумана. Ну, соответственно, на высоте уже тумана поменьше. Также этот туман очень часто используют. Например, для того, чтобы что-то скрыть. То есть, например, если у вас есть там абсолютная просто пустота, да, например, под сценой. Вот, вы просто скрываете ее за слоем тумана. И, соответственно, игрок не видит, что там вообще на самом-то деле пусто. То есть у вас как будто какие-то горы, на самом деле там еще ничего нету. Вот, и все это скрывается с помощью тумана. Вообще туман, и вот это тоже способен скрывать много что за определенным расстоянием. Опять же, это используется во многих случаях в целях оптимизации. Вот, то есть это вот такие тоже примеры применения туманов. Ну, и настраивать их красиво, я скажу по секрету, это реально целое искусство. И вот мы с вами еще будем проходить потом пост-процесс-волюм, да, это пост-обработка. Там тоже вот это реально тоже целое искусство настроить красиво, да. То есть там много очень параметров, прям огромное количество, гораздо больше, чем даже здесь. И настроить все это красиво, это реально надо уметь. И вот это, мне кажется, надо отдельно учиться. Я, поскольку дизайнером не являюсь, поэтому я, к сожалению, тут вам не могу дать советов. А как сделать такую сцену, а как сделать такую сцену. То есть я познакомился с инструментом, а уже как с ним работать, это уже зависит от вашего желания. То есть либо вы будете заниматься профессионально левел-дизайнингом, либо не будете. Вот, на этом все. Спасибо за внимание.